Мне кажется, что Team 6 Game Studios это уже какие-то мои кровные враги, потому что 9 лет назад я сделал обзор на Flota 3 House and Destruction, это как раз те ребята, которые засрали эту серию, потому что получили права на производство данной игры, и я тогда был очень опечален, а после этой печали я еще решил попробовать их версию Flota 2 для Wii, которая оказалась таким же тюрьмом, как House and Destruction, третья часть Flota 2. И вот спустя вот это большое количество лет я сейчас сижу и буду пытаться играть в их новую гоночную игру. Всем привет, друзья, с вами Дима Ван Пойнт, и это мои первые впечатления о Taxi House. Очень странное название для игры, но тем не менее, смотрите, первый же косяк нас встречает в меню, это, как вы видите, русская версия, все у нас приведено на русский язык, прям замечательно, да? Но внизу, чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Спасибо, Google Переводчик, ты теперь умеешь классно переводить игры для таких криворухих разработчиков, как Team 6 Game Studios. Привет, пользователи One Point Reviews, отлично. Итак, у нас есть аркада, профессиональный режим, чтобы разблокировать этот режим, получить общий рейтинг 4 или выше. Езда без ограничений, достижение параметра. Что же сказать про эту игру? Игра у нас новинка вышла вот только-только, буквально там 2 или 3 дня назад, но тем не менее, это у нас по сути калька с Crazy Taxi. А Crazy Taxi я обожаю, и эти засранцы решили приложить опять свои грязные ручонки к великому. Уже приложили однажды к Флотауту и добили эту серию, теперь, видимо, хотят Crazy Taxi приложить. Слава богу, им хотя бы Сега не продала лицензию на эту игру. Итак, погнали в аркаду, и здесь у нас 2 персонажа, либо Винни, либо Клео. Давайте выберем Винни. Смотрите, на удивление, у нас тут есть выбор автомобилей, и вначале у нас тачка, которая называется Король Побед, потом Вспышка, 450 GT, вот цыняканна. Короче, понятно, давайте, Король Побед, у нас больше никакого другого выбора здесь нету. И хочется еще пару слов сказать о цене этой игры. Она стоит 2000 с чем-то. Вышла на PlayStation 4, на Xbox, ну, имею в виду, на Плойку, на Xbox и на Nintendo Switch. На ПК почему-то пока что она не появилась. Кстати, вот, на удивление, по графике вполне себе неплохо. Я думал, что будет все хуже, но... Подождите, а где звук автомобиля? Удерживайте, чтобы зарядить усиление. Окей, едите на работу. И что же меня выдало? Окутуше облако недовольства. Не, ну, слушайте, ну, то, что разговорчики есть такие у нас с пассажирами такси, это прикольно, конечно. Так, а как нам туда заехать? Подождите, я что-то не вижу. У нас тут 6 секунд остается. А как заехать? А, тут есть прыжок. Офигеть. Нормально. Так, понятно. Тут мы просрали. Давайте поехали сюда. Ну, то есть, это максимально у нас Crazy Taxi. Только в Crazy Taxi нам нельзя прыгать. А здесь вот у нас машина имеет какую-то пневму. Гидравлику, точнее, даже. С помощью которой можно прыгать. Ну, слушайте, по графончику неплохо. Если что, играю я на Xbox One X. И как я уже сказал... Ох ты ж, блин, вот это было не очень. И как я уже сказал, ценник мне не очень понравился. 2000 рублей. Поэтому я воспользовался аргентинским лайфхаком. Все Xbox серверы его знают. И купил эту игру всего лишь за 600 рублей. Вот 600 рублей, это ценник, который подходит под эту игру. И, в принципе, я считаю, что это даже достаточно гуманные деньги. Вот такую сумму отдавать за вот эту вот поделку. Но, в целом, знаете, не так все плохо, как могло бы быть. Так, прыгаем. И сюда аккуратненько приезжаем. Да ладно, наконец-то я кого-то смог довезти. Шикарно. Так, давайте сразу вот эту девушку возьмем. Прыгайте. Поехали. И вот так вот набираем. Отлично, комбо. Комбо усиления. Шикарно. Слушайте, ну по графончику не все так плохо. Если что, игра запущена у меня в 4К сейчас. И это, ну, максимальное разрешение, которое может выдать Xbox One X. Может быть, на Xbox Series X у нас там завезли даже, может быть, 60 FPS. Хотя я, конечно, в этом сомневаюсь, зная Team 6 Game Studios. Но слушайте. На удивление, не все так плохо, как могло бы быть. Так, отлично. Поехали. Так, нам... Ну, давайте поехали вот здесь. Блин, опять же, все максимально в духе Crazy Taxi. Нам нужно объезжать... О, что это было? Что это был за прыжок такой у полицейской машины? Блин, что ж я сегодня заговариваюсь? Простите меня. Так, перепрыгиваем все таксишки. Слушайте, а у нас такая прям реально максимально крутая таксишка, такой кабриолетец, да? Так, у нас есть нитро, что-нибудь еще. Игра закончена, я не успел довести пассажира. И у нас за это дали 3 звезды. Отлично. И даже дали нам какую-то ачивку. Всего заработано 4940 долларов. Общее время 2 минуты 28 секунд. Ну, то есть, говорю, это, опять же, все максимально в духе Crazy Taxi. Также у нас аркадный режим. Также все по таймеру. Нужно быстрее довозить клиентов. Итак, тут у нас есть особые клиенты еще. В мире вы будете находить особо клиентов, которые отличаются от остальных. Потом коллекционные предметы можно еще собирать. Я понял. Все достаточно понятненько. Так, ну, опять же, смотрите. Мини у нас ничего нет. Дальше, что мы можем сделать? Мы можем опять взять Вини. Опять взять вот этот вот автомобиль. И снова поехать кататься по городу и развозить клиентов. То есть, говорю, вот это Crazy Taxi. Да, мы тут сейчас появились немножечко в другом месте. Так, где клиенты? Вот я вижу одного. Так, давайте, наверное, будем брать вот с такими таймерами, чтобы долго не ехать. Так, погнали. Стрелочка нам показывает... Не, ну, знаете, вот по графончику реально неплохо. Могло бы быть все хуже, да? Но, в принципе, все окей. Так, едем максимально по стрелке. Поворот вот сюда. Так. Так, так, так. И вот сюда залетаем. Крыжочек. Опы. Так, шикарно. Поворачиваем. Столбы сбиваются. Да, столбы сбиваются. Но клиент у нас пугается, когда мы сбиваем столбы. Так, хорошо. Смотрите, как удобно люди отпрыгивают от машины иногда, да? Прям как гимнасты какие-то. Так, отлично. И вот сюда. Где у нас там? Опять нам на стройку, что ли, нужно девушку отвозить? Очень странно отвозить девушек на стройки. Что они там делают? Что это вообще за девушки такие, которые обслуживают стройки? Ищите лак для волос. Шикарно. Так, не знаю, мне этого не хочется брать. Да, вот там вот поинтереснее будет. Оттормаживаемся. Давай-давай-давай-давай, залезай. Держусь, чтобы зарядить усиление. Да, я не буду никакие усиления заряжать. Прачечное пятнышко. Отличное название. Ну, слушайте, да, максимально такая веселая, жизнерадостная, а самое главное, цветастая игра. Да, все вот как и должно быть в Рейзи Текси. Все так и было. Вот все, что как мы любим. Так, очень много трафика. Очень много трафика, но мы зато приехали, успели. Припарковались прямо на велосипедную парковку. Опять же, три звезды. Что ж такое? У меня не получается на пять звезд. Я куда-то совсем плохой водитель Убера. Да, ужасно, конечно. Так, ладно, поехали. Сегодня только водителем Убера и работать. Так, отлично. И-и-и-и, поворот. Шикарно. Все-таки стрелочка показывает, как нам в последний момент все это дело. Я не помню, в Крэйзи Тексе у нас так же было или нет. Смотрите, как мы увернулись, а. Так, нам куда-то вот туда надо. И-и-и, вот оно. Блин, дерево помешалось. Тринадцать секунд остается. Тормозился. Высадили. Шикарно. Поехали дальше. Опять же, три звезды. Что ему не понравилось? Почему они вместе три звезды ставят? Полетели. Разгоним немножко людей. Так. Время вообще... Блин, как они прикольно. От машины отпрыгивают. Это забавно. Прям город гимнастов какой-то. Так. Хорошо. Залетели. И-и-и... Поворот. Да, отлично. Нам тут прям на главную площадь. Фонтану прям привезли его в фонтан. Все, высаживайся. Отлично. И прыгнул прям в воду. Даже брызгов никаких. Вот это я понимаю. Фонтан у нас здесь. Так. Ну что, давайте возьмем вот этих. Вообще, конечно, невыгодно таких чуваков брать. Потому что это хард левел. Но, тем не менее, попробуем его сейчас дотащить до места дислокации. Куда ему нужно. Так. И... Ворот вот сюда. Блин, слушайте, ну... Графон. Мне нравится здесь графон. Физика плюс-минус такая же, как в Рэйзи Текси. Они, наверное, на это и рассчитывали. Чтобы фанаты Крэйзи Текси максимально здесь себя чувствовали как нужно. И... Давай, 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 давай. Чуть-чуть остается-то. Чуть-чуть. Не, мы его не довезем. Офигеть. Игра окончена. Нет. Все-таки таких чуваков, наверное, не стоит брать. Потому что они засирают мне всю катку. Так сказать, 9 тысяч баксов мы заработали, кстати, за этот раз. Шикарно. А что по достижениям? Воскресный водитель заработал рейтинг 5 звезд или выше. Заработал рейтинг 3 звезд или выше в профессиональном режиме. А коллекционные предметы найдите, доставьте, или сам Ман Экстрим. То есть вот такие у нас коллекционные предметы здесь есть. Я понял. Так, а если мы зайдем в езду без ограничений? Давайте Клео возьмем в этот раз. И как машины вообще покупать, чтобы разблокировать? Запустите миссии 5 режим аркады. Запустите миссии 20. А, то есть тачки разблокируются в зависимости от того, сколько раз ты играл. Это прикольно. Пока что мы там два раза только проехали в аркадном режиме. В принципе, если 5 раз проедем, то у нас уже откроется новая машина. Город многое может вам дать. Главное не торопитесь, смотрите по сторонам и ищите. Да, смотрите, у нас тут теперь нет ограничения по времени. Поэтому я теперь могу развозить куда угодно, кого угодно. Это прям, знаете, вот максимальный симулятор таксиста вообще. Бомбил в Яндекс. В Яндекс.Такси, а потом пришел домой, сел за консоль и начал бомбить дальше. Но по-другому я не знаю, как это еще назвать. Так, и прилетели. Отлично. Две звезды, неплохо. Что это такое? Почему они все такие засранцы? Я не понимаю. Так, полетим. Надо развернуться. Разворачивается, кстати, машина очень долго. Такси намного лучше все. Это нам надо в Крэйзи Текси. Она намного быстрее разворачивается, когда ты зажимаешь тормоз и газ. Здесь это как-то медленно происходит и вообще это делать даже невыгодно. По-моему, выгоднее просто нажать быстренько задний ход и развернуться так. Так, ну что, прыжочек? Отлично. И где у нас тут выход? Вот, вот приехали. Выезжай. Точнее, вылетай с моей таксишки. Три звезды, офигенно. Неплохо. Так, поехали теперь сюда. Красных не берем. Пошли они нахер. Интересно. А что у нас вообще за это дается? О, по траве же можем проехать. Прыгает опять же тачка слишком высоко. О, время тоже чувствуется, теряется на это все дело. Так, поворот. Ух ты ж, блин, автобус. Даже не перепрыгнул. Так, в ратушу Нью-Йорка нам нужно его привезти. Немного не туда поехал. Разворот обратно. Эх, старое, любимое, Крейзи Текси. Так, ну что ж, приехали. Шикарно. Видимо, у нас игра закончится тогда, когда я не смогу довезти какого-нибудь из наших клиентов. Так, поехали сюда. Давай, здоровки, запрыгивай. Отлично. У нас тут поворот прям сразу направо, да? Ладно, поедем так, почему бы и нет. Совсем направо, да, нам надо? Окей, хорошо. Так, где-то, где-то близко уже. Куда тут? Вот, видим. Отлично, припарковались. Доехали, шикарно. Опять же, я же идеально ехал. Что ему не понравилось? Какие-то тут... Мне кто-нибудь пять звезд сегодня поставит или нет? Я себя чувствую настоящим таксистом, которому никто не ставит пять звезд. И я теперь понимаю, насколько это печально. Насколько это грустно, когда ты не ставишь таксисту пять звезд. У меня вроде ни елочки вонючие не висит, ни пиржуя, ни о чем не разговариваю. И как так-то? Как так? Две звезды! Да они просто издеваются надо мной. Просто издеваются. Бесконечно бомбить, конечно, это прям жестко. Это настоящий жесткий режим. Так, а интересно, а что будет, если я просто возьму и выпну? А, вот так вот можно, да? Просто взять и выпнуть. Не-не-не, не будем тебя брать. Тут слишком жесткие чуваки. Поэтому нафиг надо. Вы там оборитесь хоть такси, я вас не буду брать. Так, давайте возьмем вот этого. У него нравится, у него такой синий костюмчик, и он тем более едет в смузи у Сьюзи. Отличное название. Слушайте, но, видимо, косяк с переводом у нас был в основном только в начале, на главном экране, потому что пока что я смотрю, вроде все хорошо, вроде бы все понятно. Да тут особо и текста-то нету, переводить особо нечего. Поэтому странно очень было. Там, в принципе, надпись такая, как бы достаточно легкая была, почему ее неправильно перевели. На этом главном экране я вообще не понимаю. Опять же, две звезды. Что такое? Мне кто-нибудь сегодня даст? Нормально. Звезд. Что за фигня? Опять же, ратуша Нью-Йорка. Что-то мы по одним и тем же местам, походу, катаемся. Интересно, а город-то вообще какой маленький, большой? Надо бы на это все дело посмотреть, поизучать. Давайте сейчас довезем быстренько клиента. Заработаем немножечко баблица, и можно будет посмотреть, что и куда. Так, оранжевое, зеленое. И где у нас? Куда нужно-то? Вот вижу. Не видно было особо. Так, отлично. Успели. Так, ну, я так понимаю, звезды, они нам ставят за то, что я чуть-чуть врезаюсь. Хорошо. И что у нас тут? Все, а мы никак ни карту, ничего посмотреть не можем. Отлично. А что у нас по видам? Так, это прыжок. Есть какие-то виды вообще? Меняются ли они? Нет, у нас виды вообще никак не меняются. Мы можем ехать только с видом от третьего лица. По всем кнопкам я подолбачил. Ох, нифига себе. Так, ладно, к тебе мы не поедем. Давайте быстренько заедем за кем-нибудь, кто у нас полегче. Что тут? Да, да, да. Интересно, интересно. Так, можно, кстати, в принципе, просто тусоваться и ездить по городу, да? И как бы особо не париться вот к этому чуваку. Художественную галерею. Вот это вот я понимаю. Человек, который хочет лицезреть прекрасное. Ну ладно, поехали. А что, кстати, вот за Игорь у нас означает? А, Игорь у нас включает-выключает вот эту, куда нам ехать. Прикольно. Так, пять секунд осталось, успеем. Отормаживаемся. И да, успели просто на последних секундах. Из-за этого он мне поставил одну звезду. Ну ты, блин, засранец, а? Да, я ведь я проехал вообще хорошо. Даже ничего не задел. Жизнь с таксиста тяжела. Определенно тяжела. Так, ну чего. Поехали теперь сюда. А если задерживать прыжок? Ничего, да, выше мы не прыгаем. Все-таки прыжок, он сам по себе такой фиксированный. Хорошо, хорошо. Так, вот сейчас попробую максимально аккуратно проехать. Максимально быстро, никого ничего не задевая. Изредка будем подпрыгивать и все. Так, постараемся, постараемся не врезаться. На, блин, конечно, не врезаться. Между деревьями тут все равно пришлось проехать. Но зато я очень быстро его довез. И сколько звезд будет? Три звезды все равно. Да хоть кто-нибудь мне сегодня даст пять звезд-то. Что за фигня? И он исчез, кстати. Вот это я понимаю. Прикол. Короче, какой-то максимально бесполезный режим, честно говоря. Поэтому идем обратно в аркаду. Берем снова Винни. И тут нужно запустить пять миссий. Че это значит? Я буду надеяться, что это нужно просто пять раз поиграть, как я до этого и говорил. Потому что по-другому здесь никакого выбора нету. Никаких пяти миссий, ничего нету. Поэтому погнали быстренько опять развозить. Ребят. Так. Оставшееся время. 90 секунд. Давайте подъезжаем к самому легкому. Блин, у него тут по времени жестко очень все. Ладно, поехали. Попробуем довезти его. Сейчас будет пейл, если же первый мой пассажир мне засрет катку. Это будет ужасно. Так, сюда. Сюда. Где тут? Куда? Опять сюда. Давай, 8 секунд остается. Блин, нормально, мы забор там поймали. Дерево, точнее. Я прям как будто на марке еду. Деревья ловлю тут всякие. Так, во, вот тут хорошо. Тут и зеленый, и таймер у него зеленый. Вот это мне нравится. Вот это другое дело. Так, нам нужен разворот. Поехали. Туда. Отлично. Но это, кстати, у нас получается типа Нью-Йоркское такси. Типа мы катаемся по Нью-Йорку. Так, осторожно. И да, и мы приезжаем, по сути, на одни и те же места. Ну все вот реально в духе Crazy Taxi. Только, понимаете, этот геймплей, ну я считаю, честно говоря, что он немножко уже устаревший. И странно делать такую игру, которая вроде как рассчитана на старых геймеров, да, которые привыкли в Crazy Taxi играть. Но при этом игрушка-то все-таки у нас не под эгидой Crazy Taxi. И поэтому кому это нужно, зачем, я не знаю. Наверное, только мне, да, чтобы снять эту игрушку, сделать на нее такой вот летсплей и вам показать, стоит ли ее покупать вообще или нет. Потому что я напоминаю, ценник на нее, по крайней мере в нашем стори, просто конский. Но я чувствую, что скоро он, скорее всего, упадет. Потому что, ну, какого-то тут разнообразного геймплея и так далее, ничего такого нету. И опять же, тут же Crazy Taxi, да, вот эту классическую версию, она раздавалась бесплатно. Ее можно было на Xbox забрать вообще ничего не платя. Поэтому эту игру, наверное, тоже будет такое ждать. Посмотрим, когда это что будет. Три секунды и успел на последней секунде его довести. И он мне за это две звезды влепил, засранец. Так, ладно, у нас 18 секунд остается, нужно быстро взять какого-нибудь клиента. Здесь давайте около полиции возьмем девушку. А, это не девушка, это парень с нами решил поехать. Ну ладно, окей, поехали. 13 секунд у нас остается общее время. И за 15 нужно его довести. Давайте, успеем, не успеем. Блин, чувствую, время заканчивается. Я чувствую, как этот таймер говорит, Дима, хоррэ развозить тут. Одна звезда, да ты охерел. Так, зелененький, успеем взять? Блин, игра закончена. Я не успел взять, и при этом, смотрите, человек уже у меня запрыгивает в машину. И за эту катку я заработал всего 6 тысяч и 2 звезды. Я не знаю, как в этой игре зарабатывать 5 звезд. У меня есть такое подозрение, что нужно реально быть таксистом. Нужно реально быть таксистом, чтобы у тебя в Яндексе стояло 5 звезд. Тогда, видимо, в этой игре тебе будет 5 звезд стать. Потому что, ну, других вариантов я не вижу просто. Что там? О, коллекционные предметы. Забрали. Лак для волос. Отлично. Может быть, за это нам что-то будут давать. Но пока что все какие-то жуткие чуваки. Слишком маленькие таймеры, и слишком они тяжелые. Поэтому давайте. Блин, тут то же самое. Так, вот. Отлично. Зеленый таймер. Привет, чувак. Поехали. Довезу. За три сутки довезу. Вообще без проблем. Так. И... Ну, посмотрим, куда здесь ехать. Блин, да что ж такое. Вот. Сбивать, конечно, заборчики, это не лучшее. Затея. Я куда-то не туда поехал. Абсолютно не туда. 5 секунд. Я все просрал. Куда здесь? Куда его нужно привезти? Все. До свидания. Не довезли. Вот. Здоровенько. Давай сюда. Запрыгивай, запрыгивай. Погнали. Я напоминаю, что в этом геймплее у нас каждый довезенный прибавляет нам секунды к общему времени. Да что ж такое ты будешь делать, а? Все, начал лажать. Вот так вот мы пропрыгиваем здесь. Прям по автобусу. Школьники там небось офигели от такого происходящего здесь. Так, две звезды. О, отлично. Здесь много тех, у кого все окей. Кого я точно довезу. Так, поехали. Так, отлично. И... Да. Не, слушайте, но... Самое красивое здесь это графика. Физика, ну как в Крэйзи Текси. Но чуть-чуть она такая другая. Там поинтереснее все у нас с заносами сделано. Здесь никаких заносов вообще нету. Так, давайте вот эту заберем. Вот эту точнее, такую же. Сестру-близняшку, как до этого она у нас была. Так. Так. Блин. Ой, это было стремно. Давай, взлетаем. Отлично. Вот. 13 секунд. А здесь у нас общее время уже осталось 5. Ну, плюс... Плюс несколько секунд за 8 секунд, я не знаю. Ну, давайте возьмем вот ради прикола этого мужика престарелого. 11 секунд нам дают. Но за 11 секунд я его вряд ли довезу, потому что у него тут... Время его поездки аж 40 секунд. Поэтому логично, что не успею довезти просто физически. Как-то так игра закончена. Да, и в этот раз я вообще 4000 баксов только заработал. Мне, конечно, дофига интересно. Там, блин, офигеть, чувак, 92 тысячи баксов заработал. Как он так умудрился? Это прям реально нужно уметь хорошо в это играть. В общем, что? В принципе, из геймплея здесь показать особо нечего. Профессиональный режим откроется только на четвертом ранге. Как эти ранги зарабатываются? Я вообще, честно говоря, не понимаю. Давайте напоследок зайдем в параметры. В параметрах ничего такого интересного нет. То есть вот, видите, максимально такая простецкая игрушка, но стоит при этом практически за фулл прайс. Ну как, почему практически? Потому что в последнее время игры у нас стоят там по 5 косарей. Поэтому понятное дело, что 2000 это не 5 косарей. Но, тем не менее, я считаю, что эти два косаря за эту игру абсолютно не стоят. При этом геймплей... Ну это геймплей на это Crazy Taxi. То есть если вам нравилась эта игра в детстве, вы хотите поиграть в какую-то новую реинкарнацию, то, наверное, Taxi House вам подойдет. Но вы сами все видели. Игра достаточно скучна, и мне кажется, лучше поиграть просто в оригинальной Crazy Taxi. Причем деньги вы за нее точно не будете отдавать, потому что есть куча вариантов забрать ее бесплатно, даже лицензионно. В общем, на этом у меня все. Всем огромное спасибо, кто смотрел это видео. Это была новинка, новая игрушка. Поэтому не забывайте поставить лайк, кому нравятся обзоры на новинки. Например, ну, не только же такие, да, у нас выходят. Бывают и нормальные. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока-пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!